Жители Павлодара стараются проводить летное время с пользой. Для этого им создали условия на берегу Иртыша. Там павлодарцы могут не только купаться и загорать, но и также заниматься спортом и творчеством. Наш корреспондент продолжит тему. Центральная набережная – одна из главных достопримечательностей Павлодара. Многолюдно здесь в любой день недели. Жители не просто гуляют по набережной Иртыша, но и слушают классическую музыку. В этом году здесь появилась пианино. Сыграть мелодию по душе может любой желающий. Поставить музыкальный инструмент на этом месте – идея самих горожан. Поддержали их представители местной власти. Мне очень нравится пианино, потому что можно записать красивые кадры на фоне Иртыша. Пианино хорошо настроено и на нем очень приятно играть. На самом деле у нас в этом году очень преобразилась наша набережная, потому что здесь поставили пианино, сделали детский бассейн, очень классно устроен пляж, очень нравится нам гулять. Побережье Иртыша благоустроили несколько лет назад. Жители и гости города отмечают необычную архитектуру. На набережной есть сквер, аллея с большой сцены, современные торговые павильоны и летние кафе. Мы пенсионеры, частенько выходим. Так что поработали и отдыхаем. Красиво, очень. Особенно набережка, это вообще бесподобное. Многие города, наверное, позавидовали нашей набережке. И возле нее, и вообще город красивый, культурный. Цветочки все, зелени очень много. Ануар Табикенов, начинающий фотограф, мечтает стать профессионалом в этой сфере. Сейчас девятиклассник практикуется на набережной, фотографируя прогуливающихся жителей. Подрабатываю фотографом на набережной, фоткаю людей, очень красивые. Ну так, начинающий фотограф, пытаюсь как фоткать. Получается иногда, иногда нет. У нас на набережной очень красиво, знаете, людей очень много. Недалеко от набережной расположен парк любви. Он давно стал излюбленным местом встречи, свиданий влюбленных. Молодожены проводят фотосессии и отмечают праздники. Нужан Танербергенов, Карлғаш Хасиетова, Женес Темыр Булат, Хабар-24, Павадарская область.